Прочность кровельного покрытия. Что это? Не в этом дело, это только красота. Дольше. А цена одинаковая. Вот на вес я даже чувствую, это тяжелее. Здравствуйте, дорогие подписчики. С вами я, Марус Алексей, компания Кровмонтаж. Наше видео будет посвящено битумной черепице и о том, что нужно знать при выборе данного материала. Потому что человека интересуют всегда как минимум два вопроса. Заявленные характеристики товара и стоимость. Ну и еще и третий вопрос, соответствует ли одно другому? Итак, основные достоинства битумной черепицы это нулевое влагопоглощение, то есть не гниет. Высокие показатели по шуму, теплу и гидроизоляции. Высокая прочность, стойкость к резким изменениям температуры. Длительный срок эксплуатации и широкий ассортимент цвет и структура. Простота монтажа, привлекательный вид. Ну а недостатки? Недостатки, конечно же, есть. И самый основной это образование мха. Потому что это композитный материал, но эта проблема уже решаема. Если вы думаете, что на вашей кровле мха не будет, то я вас уверяю, будет. Битумная черепица по праву завоевала в мире кровельных материалов одно из ведущих мест. Есть страны, где битумка вообще номер один. Но Россия большая стройна, целых пять климатических зон. На юге очень жарко, а на севере мороз и ветер. Популярность материала в России растет, а вместе с ней на рынке появляется много производителей, известных и не очень. Если раньше на рынке было всего лишь пару известных брендов, которые завозили свой материал из-за бугра, то сейчас может закружиться голова от большого ассортимента, который к тому же делится еще на несколько классов. Эконом, стандарт, бизнес и премиум. Очевидно, чем выше класс, тем будет выше качество и стоимость материала. Качество, цена, гарантия. Хочу, чтоб стояло долго и недорого. Ну-ну, я помогу вам разобраться. Без названия производителей. Почему? Во-первых, никого не обидеть. Во-вторых, если хвалить, это будет уже реклама. Мое дело донести информацию, а выводы вы будете делать сами. Прежде чем знакомить вас с техническими характеристиками, для начала я расскажу о самом сырье, из чего делается битумная черепица. И о процессе производства. Это очень важно, так как из качества сырья и самого производства складывается конечная стоимость готовой продукции. Слева от меня линия по производству рядовой черепицы гибкой. Качество и цена битумной черепицы, ну, если уж совсем коротко, зависит от качества и количества битума. Минеральная крошка. Уровень плотности стеклохолста. Прочность гонта обеспечивается толщиной слоя битума. Соответственно, чем он будет толще, тем прочнее будет гонт. Такая крыша прослужит дольше. Стеклохолк с высокой плотностью обеспечивает прочность кровельного покрытия. Таким образом, чем ниже плотность стеклохолста, тем менее прочным будет покрытие. Внешний вид кровли и длительность ее службы зависит от состава минеральной крошки. Качество окрашивания и насколько прочная будет сцепка крошки с битумом. Это гранулы. А это из чего? Это гранит или... А я предупреждал, надо готовиться. Это сланец. Порода определенного сланца. Битум в кровельном строительстве используется давно. Это твердый или малоподобный продукт, представляющий собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных. Битум при низких температурах очень хрупкий, а при высоких плавится. Он бывает природный и искусственный. Первый добывают, второй производят из нефтепродуктов. Большие резервуары, колонны их называют. Сюда привозят промышленный битум и помещают его в эти колонны. Теперь еще важная деталь. Армирующий слой. Это каркас или левоскелет, на чем будет держаться битум. Стекловолокно, именно оно отвечает за прочность битумной черепицы. Перед покупкой задавайте продавцу несколько вопросов. Какая плотность основы из стеклохолста? Потребительский минимум начинается от 100 грамм на метр квадратный. Черепица, где стекловолокно плотностью ниже, относится к категории эконом. Имейте в виду, указывается плотность одного слоя. Если речь идет о двухслойной, либо трехслойной черепице, то этот показатель удваивается, либо утраивается. Толщина стеклохолста, толщина самого ганта битума, эти и другие характеристики должны указываться на упаковке. Второй важный вопрос, который нужно задать продавцу. На основе какого битума изготовлена битумная черепица? От типа битума напрямую зависит срок ее службы. При производстве гибкой черепицы применяют три типа битума. Окисленный, модифицированный термопластичными добавками АПП. И СБС модифицированный битум. Рассмотрим два основных вида битума. Насыщенный кислородом, то есть окисленный битум. И СБС модифицированный битум, то есть с добавками. Окисленный битум недорогой, и поэтому несколько уступает СБС модифицированному. Главный недостаток это температурная стойкость. Этот материал нужно монтировать только в теплый сезон. При температуре ниже плюс 5 градусов, монтаж не рекомендован. Иначе на холоде битум трескается. Появляются микротрещины, которые обязательно заполнятся водой. И при обледенении микроразрывы могут увеличиться. Вот микротрещины. С окисленным, то есть с насыщенным кислородом битум мы уже разобрались. Он недорог в производстве, а значит дешевле. И очень хорошо подойдет, кстати, для южных регионов нашей страны. Теперь про СБС модификацию. Это процесс добавления в битум СБС модификатора. Аббревиатура СБС расшифровывается... Как там подскажи? Стирол, бутадиен, стирол. Вот. Высокоэластичный полимер, короче. Искусственный каучук, как его иногда называют. Если сказать просто, то в природный, либо искусственный битум добавляются полимеры и искусственный каучук. При определенных условиях добавка составляет до 12% от общей массы изделия. Короче, СБС добавки делают битумный материал эластичным. Посмотрите, никакой трещины не образовалось. С окисленным такое невозможно. Конечно, таких экстремальных перегибов на кровле не бывает. И подобной экзекуции черепица там никогда не подвергнется. Я всего лишь наглядно хотел продемонстрировать главное преимущество СБС модификатора и его эластичность. До того, как к смолу начали добавлять полимеры, весь кровельный битум был таким. Сложи, потрескается. Ну и ничего, он прекрасно служил долгие годы. Зато дешевле. Но кровельщики больше всего любят работать с СБС модифицированным продуктом. Объясню почему. Окисленный битум можно монтировать до температуры плюс 5. Ниже нельзя. Но на стройке обстоятельства складываются по-разному. И часто бывают случаи, когда общие сроки затягиваются. И процесс монтажа кровли попадает на холодное время. Эта ситуация нередкая, к сожалению. Если заказчик выбрал черепицу окисленную, то все, сушите весла, сэр. Работу останавливаем и прощаемся с заказчиком до весны, пока не потеплеет. Потому что нельзя продолжать. Испортим материал, он будет лопаться у нас в руках. Кому это выгодно? Никому. Но если мы работаем с СБС модифицированным материалом, то ничего страшного. Продолжаем работу до завершения всего объема. Ведь такую черепицу можно монтировать до минус 10 градусов. Окружающего воздуха. Когда мы производим работы в отрицательной температуре, у нас есть небольшая хитрость. Мы материалы храним в теплом помещении. И при монтаже достаем несколько пачек на крышу и быстро монтируем. Тогда получается идеально. Похож на измельченную полиэтилен-пластмасс. Отличить материал на основе окисленного битума, либо СБС модифицированного, несложно. Достаточно взять оба образца и погнуть их в руках. Второй будет намного пластичнее по сравнению с первым. И чтобы заметить разницу, совсем не обязательно быть экспертом. Еще есть и АПП модификация битума. Почти такой же производственный процесс. Только вместо полимеров в битум добавляется полипропилен. Получается изделие с повышенной устойчивостью к воздействию ультрафиолета. И к агрессивным средам, кислотам и щелочам. Но это еще не все. Производители посыпают битумную черепицу защитным покрытием. Эта защита является декорацией, украшением готового изделия. Придают окраску. Существует два вида присыпки из природного камня. Это базальт и сланец. Производители приводят свои доводы, что базальт лучше, потому что при дроблении камня на мелкую фракцию базальт приобретает сферическую форму. И хорошо закрепляется на битуме. А производители, использующие сланец, говорят, зато наш сланец природный и имеет вытянутую заостренными краями форму. Во время присыпки глубже проникают в горячий битум. И за счет своей формы лучше фиксируется в нем. Вот, хорошая структура. Теперь расскажу несколько слов о ламинированной, либо двухслойной, либо трехслойной битумной черепице. Что это такое? Если вам скажут, что двухслойная или трехслойная лучше защищает от воды, это все ерунда. Однослойная тоже неплохо защищает от воды и от осадков. Это только эффект 3D. Придать дополнительный объем. Из-за этого она тяжелее, здесь больше битума. Да, на крыше выглядит красиво. Но если вы готовы переплатить за эффект 3D, пожалуйста. Про долговечность материала и про гарантию. Иногда диву даешься, когда видишь такие цифры. 50 лет гарантии, 60 лет гарантии. Вот на такой материал. Вы представляете, что такое 60 лет? Я скажу лишь одно, что лист USB 9 либо обрешетка потеряет свою форму и свойства гораздо раньше, чем 60 лет. Примерно лет 20, 25, 30. Ну зато как приятно звучит 60 лет. Несколько слов о стоимости. Разница в цене обусловлена несколькими факторами. Например, формой черепицы. Нестандартный тип резки рисунка будет дороже. Потому что при нестандартном типе резки появляются красивые и необычные рисунки и формы. Но при этом остаются отходы при производстве. И отходов практически нет. Их просто нет. Также количество и цвет гранулята, который входит в цветовой микс. Например, 3-4 компонентные цвета будут дороже. И двухслойная, трехслойная черепица также будут дороже. Потому что материала больше. И так далее. Вот это гонт битумной черепицы. Он устроен так. Это лицевая сторона, это обратная. С обратной стороны битум присыпается специальным песком, чтобы в упаковке он не склеивался, не слипался с другими. Это защитная пленка. И клеющий состав под ней. При монтаже монтажник защитную пленку снимает. И клеющий слой монтируется на кровлю. И крепится специальными кровельными гвоздями. При монтаже мягкой плитки рекомендуется использовать ершоные гвозди. Только ершоные. И точка. Подведем итог. На рынке битумная черепица представлена широко. Модельный ряд огромен. Производителей целая орда. Но несмотря на все это, выбрать то, что подходит именно вам, легко. Учитываем климат, где живем. Выбираем желаемый класс материала. Решаем, сколько слоев битума должно быть на скелете для прочности. Ну и не забываем про армирующий слой. Желательно, чтобы плотность стекловолокна была не ниже 100 грамм на квадратный метр. На этом все. Надеюсь, это видео поможет вам сделать правильный выбор. С вами был Марус Алексей, компания Крупп Монтаж. Пока.